Субтитры сделал DimaTorzok Ой, а игра-то почему тут такая странная стоит? Leon Heard, так называется наша сегодняшняя игра. Leonhard Legacy of Crusader она будет называться на самом деле. Вот, надеюсь, что теперь всё сработало. И всё обновилось, и всё вообще как надо. Вот, так, это заработало. На SK2TV я вроде как всё выставил. Сегодня правда... А, а вообще где я, да? Вы, наверное, спросите. А давайте покажу вам, где я. Опа, вот он я. И, наверное, вот эту вот штучку мне вообще можно убрать. Извиняюсь за то, что сегодня несколько неплавный старт такой получается. Но да ладно. Просто игра требует весьма тщательного подхода к её запуску. И поэтому, возможно, не всё будет гладко и сладко с первого раза. Но, по крайней мере, я попытаюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы всё было хорошо. Вроде как я более-менее подготовился. Вообще, надо начать стрим, знаете, там с песней, с пляски, с бубном и без. Так, а давайте поможем Даше найти Сержа. Какой Даша? А где Даша? Я не вижу никакой Даши. Я вижу вот Амичку, например. Но ей помощь в нахождении Сержа не нужна, я так полагаю. Она и сама прекрасно с этим справляется. Так, что у нас ещё тут есть? Говорят, на SK2TV запилитесь. Господин Серж. Ну, давайте запилимся на SK2TV. Хотя, опять же, блин, страшно запиливаться на SK2TV. Потому что, если сейчас у меня начнутся какие-то проблемы в игре, не с самой игрой, а с её запуском, будет всё весьма печально. С другой стороны, раз уж один раз зайдя в игру, у нас уже не будет возможностей ничего изменить. Так, у кого лагает? Лагает? Что? Лагает? Я же ещё даже игру не запустил. Правда лагает? Плевать на старт, давай играй. Всё прослушал. Всё окей, у меня норм. Ну ладно, хорошо. Давайте понадеемся, что всё будет норм. Потому что, честно говоря, этот самый OBS-прокастер, OBS-прокастник, мне сегодня сказал, что типа я ничего в этой жизни не понимаю, ничего не знаю, и давай-ка ты поменяй настроечки для Твича. Заставил меня выставить какую-то СБС, заставил меня поставить какой-то там фрейм-дилей или что-то в этом роде. В общем, в общем, короче говоря, потерроризировал меня сегодня. Так, сейчас Серж ещё тут не появился. Как это Серж не появился? Появился же. Всюду появился Серж, по крайней мере, должен был. И сейчас самое время попробовать, собственно, нажать, наверное, на игру и посмотреть, будет ли показываться нам что-либо нибудь. Ой, что это моргнуло? Ладно, надеюсь, что это не моргнул свет. И у меня всё по-прежнему будет работать. Вот. Итак, игра должна была появиться. Звук должен был начать транслироваться в систему. И сейчас вы должны слышать вступительную заставку игры, которая называется Львиное сердце. Lineheart. Как я и обещал в Твиттере, так только сначала звук, наверное, сделаю потише, потому что он меня перебивает. Возможно, и вам тоже не слишком комфортно меня слышать. Вот. Попробую и так. Игрушка старенькая. Я предупреждаю сразу. Так. Clear message, disable message. Вы, наверное, вообще такого даже не знаете. Не видите в смысле. Но да не суть. Так что, есть у нас игра или нет? Так, звук я вообще едва слышал на твоём фоне, а теперь вообще нет. Да! О, как интересно. Спасибо, товарищ Энгрирус. Тогда, соответственно, мы сделаем по-другому. Мы здесь в игре настроечку звука выкрутим на максимум, чтобы вы могли его и дальше еле слышать на фоне. Вот. Ну, а у себя, соответственно, в Open Broadcasting мне придётся поковыряться немножко, чтобы выставить его потише вот здесь. А, стоп. Нет, это же вам. Это же как вам его будет слышно. Соответственно, вам, наоборот, его нужно сделать на максимум выкрутить, а вот себя сделать потише вот так вот. И теперь, соответственно, я смогу в игре звук поменять, да? Ну, по крайней мере, так я предполагаю. Это будет работать. Так, вот так вот чатик я должен вообще весь видеть. Очень тяжело. Очень тяжело настраиваться, на самом деле, ребят. Ничего не могу с этим поделать. Так, ну вас сейчас должно было всех переглушить там, потому что громко и звук выключены на максимум. А вот сейчас должно быть нормально для всех. Так, привет, пупс. Это ты мне, что ли, грун-грун? Какой же из меня пупс? Найди себе хорошую девочку. И вот, приходя к ней, жмакая ее по животику, можешь говорить ей привет, пупс. Это будет гораздо более органично. Так, вот теперь звук есть. А теперь есть звук? Вот сейчас, после того, как я убрал все. Так, приветящий американец Серж. Я еще не американец. Мне еще до американца еще 4 года здесь жить, как минимум. А там и еще больше. Так. Сначала УБС просто попросил изменить настройки, потом он будет врываться в личную жизнь, а потом... А потом СК2ТВ. А что СК2ТВ? На самом деле, я понял, что у меня и чатик Джастина несколько плохо отрегулирован. Сейчас его тоже придется поправить. Он будет троллить. А, вот, ну что это за сообщение было. Позволим вот так вот его сделать. И сейчас посмотрим опять же. Да, вот теперь я вижу все чатики. Я вообще теперь молодец. Так. Сейчас звук слишком тихо, но слышно. Ты уже поменял свои имя и фамилию в США на Тони Старк. Боюсь, что... Боюсь, что это будет слишком амбициозно. Потому что пока у меня нету многомиллиардной компании, суперкрасивого железного костюма и девочек с журнала Playboy. Или откуда там он девочек брал. В общем, всего этого у меня нет. Вот когда будет, тогда можно будет задуматься. Звук я по просьбе Энгри Руси сделал немножко погромче. Так. Сообщения все убрались. И мы, соответственно, кажется, готовы даже начинать игру. Так. Еще чуть-чуть потише самую малость. Боже, Энгри, какой же ты капризный. Потише, погромче. Все. Надеюсь, что вот так вот будет нормально. Дальше мы уже посмотрим непосредственно в самой игре. Как будет у нас происходить отображение звуковой информации. Какие умные я слова знаю. Самого пугаю порой. Но да не суть. Собственно, па-бам! Мы начинаем, дамы и господа. Для тех, кто не в курсе, Львиное сердце это очень-очень старенькая РПГ-шка от создателей Fallout и Fallout 1. Мне она почему-то напоминала игру по графике в графическом стиле Baldur's Gate. Именно поэтому она меня зацепила, потому что Baldur's Gate это вообще, наверное, моя самая-самая-самая любимая игра. По крайней мере, была много лет назад. Ну а сейчас посмотрим, насколько мои ностальгические воспоминания соответствуют действительности, нажав кнопку новая игра. Сразу предупреждаю, ребят, что так как это классическая РПГ, ну, не классическая совсем, совсем-совсем классическая, она все-таки классическая хак-н-слэшевая, но все равно читать здесь придется достаточно много, поэтому если вас коробят от моей манеры чтения или от моей манеры произносить, путать слова или вообще от чего-нибудь в этом роде, то, пожалуйста, пожалуйста, приходите на следующие стримы, вот, а я начинаю, начинаю рассматривать, что у нас тут есть. Создание нового персонажа, это всегда один из самых, наверное, вкусных моментов в игре, потому что можно посмотреть на кучу, кучу разной информации и задать себе, собственно, стиль прохождения на всю, на всю оставшуюся игру. нас ждет графон. О, графон вас ждет страшный, но должен быть замятный, посмотрим. Так, что нам тут предлагают выбрать? А, еще одно. Сразу извиняюсь, я немножко простужен, поэтому, возможно, порой мне придется кашлять, но я опять же надеюсь, что вы это переживете. Так, можно вебочку побольше? А зачем? Ради чего? В принципе, можно, но давайте чуть-чуть попозже, я все-таки уже хочу начать играть. Хотя, ладно, давайте, давайте, чтобы не разбиваться, не разрываться, где она, вебочка? А вебка, действительно, не слишком большая, можно, ну, самую-самую малость, потому что никому не нужен, по большому счету, Серж, всем нужна игра. А, теперь вебочка скрыла чат SK2TV, господи, вот я знал, я знал, что стоит мне нажать альтап, как тут же начнется всякая фигня. Так, привет, Endless Space будешь заканчивать или все? Endless Space по большому счету там закончился, буквально, я по секрету скажу, специально для тебя Аппаратус, что через два или три хода у меня наступила экономическая победа. То есть, как бы там достримить, по большому счету, нечего, там буквально я, оказывается, не доиграл каких-то 5-10 минут. Не важно. Серж, создавай главного героя с усами. Ну, давайте, почитаем описание у кого тут самые роскошные усы будут, и там выберем. Так, Азул Таин, мужчина-демоноид, он легко подчиняет своей воле окружающих с помощью свирепости и магии. В детстве над ним всячески издевались, и он горит жаждой мщения. Азул держит нить своей судьбы твердой рукой и не беспокоится о целе поступка. Он связан с демоническим духом. Антонио Гула, мужчина-сильвант. Несмотря на явно нелюдские черты, Антонио никогда не испытывал проблем с обществом, причиной, чему его серебряный язык и волшебный дар. Обаятельный, образованный, остроумный, он может убедить змею выползти из собственной кожи. Антонио связан со стихийным духом. Вот, ну, глядите, обаятельный, образованный, остроумный, прям, прям все про меня. Но давайте другим посмотрим. Город Рудгар. Мужчина-чистокровка. Чистокровка. Город никогда не доверял магии, предпочитая положиться на старую добрую сталь. Простой человек с крепкой спиной и железными нервами, он не интересуется духовными делами, детскими забавами. Он связан со звериным духом. Так, Серж, ты создай самую большую галактику. Так, 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 это не то. Так, зачем ты читаешь готовых персонажей, если ты будешь своего создавать? А, это готовые персонажи? А, блин, это же готовые персонажи, до меня только сейчас дошло. Действительно, тут есть какой-то интерп... А, господи, тут есть кнопка создать, до меня дошло. Спасибо, грум-грум, а я-то думал, что это классы персонажей, мне из них нужно будет выбрать. Я играл на эту игру крайне давно и все позабыл. Ладно, давайте нажмем кнопку создать и посмотрим, что будет. Ух ты, господи, вот оно, вот оно, вот оно, и как окно моей мечты, где нужно вкатывать очечки в параметры, можно выбрать расу, так, демоноид, потомки людей, порожденные дьявольскими или бесноватыми духами. Демоноиды намного проще спутать с чистокровными людьми, чем любую другую смешанную расу. Зверолюд, потомки людей, пораженные магией зверей или звериными духами, обычно более стильные, чем чистокровные люди. Зверолюды располагают некоторыми звериными способностями, которые достались им от этого нечистимого союза. Человек. Чистокровки, нетронутые магией люди, их кровь осталась незапятнанной со времен раскола. Сильваны, потомки людей, у которых магия после раскола затронула самую суть. Их родословное часто восходит к людям, связанным с божественными духами, они обычно располагают превосходным магическим потенциалом. Во, то, что надо. Я всегда любил играть за магов, поэтому выберу себе этого самого как раз Сильвана, ибо хочу в этой игре как следует поколдоваться. Так, обаяние и удачу на максимум. Всем привет, привет еще всем, Серж, ставь удачу на максимум, классы с именами и историей. Ну, кто знал-то, кто знал? Так, обаяние 10, усталость 10. Ладно, ребят, я все-таки сначала почитаю, что-то у нас есть. В принципе, параметр, наверное, все, как и в других РПГ, как сила, грубая физическая сила. Вот это понятно. Характерически представляет способность персонажа поднимать тяжести, бить сильно, нести снаряжение и использовать тяжелое оружие. Более сильные персонажи вносят в ближнем бою большие повреждения. Нафиг не нужна. Восприятие. Способность персонажа наблюдать за окружающим миром и замечать то, что пропускают другие. Эта характеристика отвечает за зрение, слух, обаяние, обоняние, осязание, вкус. И, кроме того, восприятие влияет на дистанционную стрельбу персонажа. Вот. Так. Выносливость. Определяет здоровье персонажа и способность переносить раны и усталость. В первую очередь выносливость влияет на количество хит-пунктов. Выносливость со значением меньше шести увеличивает устойчивость к яду, а, выше шести увеличивает устойчивость к яду и болезни. Ок. Обоняние. Обаяние. Господи. Оба... Оба... Обаяние. Сюда относятся внешность и манеры персонажа. Чем выше обаяние, тем легче уговаривать других персонажей, в том числе и при торговле. Что еще важнее, обаяние воздействует на отношения с духом персонажа, то есть и на количество мана-пунктов. О! Понятно. Это значит мана. Это хорошо. Мана нам потребуется. Извиняюсь, ребят, как я говорил, я немножко простушен. Так, интеллект. Ум персонажа. Количество опыта, которое он получает с увеличением уровня, основывается на его... на значении интеллекта персонажа. Количество чего? Количество опыта, которое он получает с увеличением уровня. Что? Я думал, что опыт нужен для увеличения уровня. Непонятная характеристика. Серж, прокачивай обаяние полностью и пикап девушек. Ребят, с таким графоном, я думаю, что даже если я какую-нибудь девушку пикапну, то скажите, как бы, что вот тут пикапать? Так, ловкость. Это рефлексы координации чувства равновесия персонажа. С ловкостью связаны также его скорость действий. Кроме того, ловкость влияет на многие навыки, требующие точных действий, такие как взлом замков. Удача. Удачу сложно описать однозначно. Это сочетание судьбы, кармы и просто жизненного везения. Хотя удача вышестина применила в соответствии к устойчивости к корню, холду или фич на низких уровнях, то есть зависит от много других вещей. Вот так вот. Игра пошаговая? Нет, игра не пошаговая. Игра не пошаговая. Господи, у меня оказывается еще и ВКонтакте открытая. Думаю, что у меня хлюпает там все время. Так, все. ВКонтакте умер. Извиняюсь. Так. Будет интеллект быстрее расти в уровне имха. Ну что ж, у меня есть всего 5 очков. Я очень хилый. Так, я хилый мужчина все-таки, я же не женщина какая-нибудь. Хотя, конечно, сисечки это здорово, но в средневековье быть женщиной опасно. Сожгут еще. Так, звук ВК поставь на минимум во время стрима. Что? Я кинулся ВК проверять. Ну, извините, ребят. Так, ладно. Вообще, давайте удачу просто промаксим и все. Хм, а я могу уменьшать? О, офигеть, я могу сделать себя совсем-совсем задохликом. Вот тогда я не смогу таскать кучу вещей. И это будет совсем не весело. А, удачу больше десяти сделать никак нельзя, хотя полосочка явно не до конца заполнена. Ладно, вернемся как было и подумаем. Выносливость это хитпоинты, восприятие это не пойми что. А, это стрельба. Так, обаяние на максимум и удачу давай. Нет. Я возьму обаяние однозначно возьму. Возьму интеллект, потому что я и так очень умный. Вот. Можно действительно взять парочку раз удачу, чтобы быть устойчивым к огню, холоду, электричеству. Вот. Ну, а еще две штучки я не знаю. Прям позволяет поднимать тяжесть, сильно бить, нести снаряжение, использовать тяжелое оружие. Ладно, не думаю, что мне на самом деле нужно тяжелое оружие, правда? Серж, ты рандомчик, делай удачу на максимум. Ну, ладно, сделаем еще разочек удачу, ну и разочек, я думаю, взять выносливость. А то меня будут совсем быстро убивать. Нет, возьму силу, а то совсем ничего не смогу таскать. Вот такой вот у меня получится персонаж, умный, обаятельный, удачливый, но при этом хлюпик. И еще шкаф. Ну, то есть мешок с картошкой. ловкостью нам не придется особенно разжеваться. Так, Серж, привет, давно не заходил на твои стримы. Привет, бимулик. Ну, у тебя есть возможность сейчас это исправить. Так, ты там себя что-ли делаешь? Ну, если бы я делал себя, наверное, я бы... Мне нужно было бы уменьшить все параметры тогда, потому что, честно говоря, ничем из этого я особо не одарен. Ну, что у нас здесь есть? Есть у нас морда. Так, а повернуть тебя можно? Нет, повернуть его нельзя. Так, можно сделать ему зеленые рога, какой-то шрам во все лицо, белую голову, огневолосы, всего четыре лица. Вот, но мне нравится вот эта вот огненная прическа, такое ощущение, как будто что-то залезло мне на голову и там сдохло. Вот, я беру, беру это. А, а еще можно рубашку выбрать, оказывается. Вот, ну, рубашку, какую выбрать рубашку? Я всегда выбирал красные рубашки, потому что мне казалось, что красный, это как раз цвет магов, ну, то есть вот красный, черный, ну, еще фиолетовый неплохо. А фиолетовый рубашки тут есть? Есть фиолетовая рубашка. Еще какая-то коричневая. Давайте возьмем тогда. Вообще, а еще очень классная синенькая. Блин, я чувствую себя девочкой в одежном магазине, когда вот тут вот платьица, вот тут вот юбочка, вот тут вот какая-то вообще непонятная штука, я даже не знаю, как девочки их на себя надевают и как они называются. Вот, но все равно очень хочется. Вот, поэтому, ммм, что бы такого взять? Красную, фиолетовую или синюю, ребят? Кто за какую? Кто за какую? Так. Интеллект на 1, а сила на максимум. Это будет очень странный маг. Селикпай. Так, желтый цвет на деталях получится молодой. Варио, Вариан Рин. Я даже не знаю, кто такой так. Ты обаятельный мешок с картошкой, забей на шмотки. Синюю бери, синюю и фиолетовую. Ну ладно, давайте возьмем для разнообразия действительно синюю. Она такая яркая какая-то. Хотя, да, большинство я смотрю за синюю. Оказались всего лишь один за фиолетовую. Ладно. Так, имя. Ну вот, с именем у меня никогда никаких проблем не было. Я всегда подписывался как Серж. И так и сделаю. Так, выберите расовую черту. У всех рас, кроме людей, есть расовые черты. Это те характерные особенности, которые выделяют эту личность по сравнению с остальным человечеством. Одна из расовых черт должна быть выбрана обязательно. О, как. Расовая черта. Так, давай за девочку, а то на мужика пярец. Там не придется на него пярец, он будет вот такой вот, вот такусенький бегать. К тому же, скажем так, мне будет гораздо пребриватичнее озвучивать диалоги. Это что же мне придется, типа там, эй, они могут продать мне этот эмиксир? Это вообще-то даже не девочка получается, это получается вообще не пойми что. Так, ваш рот включает в себя духа всех мыслимых стихий. Добавьте 10% сопротивления ко всему, сопротивление любому оружию снижается на 5%. Эта черта, как и все черты сетей фантов, выдает в вас магическое происхождение, что заставляет некоторых реагировать на вас настороженно. дождь стрел. Дух грозы в вашем роду дает вам стремительные рефлексы и отличную координацию. О, это точно не про меня. Так, вы наносите стрелами на 2 пункта повреждений больше обычного, однако вы ориентируетесь исключительно на дальний бой, и поэтому 10% к рубежьему оружию в минус. Так, такая черта, как все черты, выдает в вас магическое происхождение, бла-бла-бла, наследник ветров дает вам быстроту, плюс 1 к ловкости, плюс 10 к защите, однако наше тело легче обычного, и это дает минус 1 к силе и минус 20 к грузоподъемности. Нет, мне кажется, дай даже свою рубашку фиолетовую носить не смогу, придется ходить голышом. Наследие земли. Наоборот, получаем плюс 1 к наносимым повреждениям в бою без оружия, но скорость снижается на 10%. Неинтересно. Наследие огня. Вот. Огонь. Огонь. Огонь, 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 я. Так, чары, составляемые вами минусом 10% больше повреждения, ваше сопротивление клюв лечится на 20. С холодом, наоборот. Понятно. Холод мы не будем любить. Наследие холода, дайте угадаю, то же самое, что наследие огня, только наследие холода. Связь с природой. Так, шамильская, шаманская магия стоит для вас на 10% меньше манопунктов. Что такое шаманская магия? Интересно. Однако, заступняет использование божественной воли, она стоит на 10% больше манопунктов. Ничего не понятно. Так, темный дар. Темный дар помогает вам понимать других. Что? Ваша семья породилась с тьмой. Это помогает вам понимать других. Это как, типа, подкрадываться клингспальме и подслушивать? Однако, магия мысли в применении дороже для вас на 10%. О как. Так, тонкая кожа. Ваша кожа так тонка, что выглядит почти прозрачно и это помогает вам прятаться. Плюс 15 к незаметности. Прикольно. То есть, как бы никто не заметит огромный мешок с кишками. Окей. Но такая кожа, разумеется, не прочна, так что снижает сопротивление рубящему оружию. Беда. Шипастая кожа. Так. Ваша кожа покрыта странными и неудобными шипами. Да, я знаю, такое на самом деле. У меня так каждый понедельник. Если их не сбреешь, то на работе будут смотреть плохо. Так, они легко отламываются, легко отрастают, что делают бои с вами не слишком приятным делом. 10% физического оружия получена возвращается нападающим. О, это Блед Мейл. Кроме того, сопротивление ко всем видам оружия вырастает на 10%. Но вот выглядит это так себе. Минус 1 к Баянию. Кроме того, сопротивление к кислоте снижается и всему прочему. Это черта бла-бла-бла. Какие-то на самом деле все они кутылые, честно говоря. Вот. Можно, конечно, взять сопротивление стихиям, но тогда мы будем вообще уязвимы ко всему. Это беда будет. Так, давай зайдем на властелина. Так, мешок с кишками примут за мешок с картошкой и поразятся его обаянием. Да. У тебя на работе кто-то твоими своими усами дерется? Ну, все может быть. Никогда не знаешь. Так, ну что же мне делать-то? Магию дорогую не хочу. Магию редкую не хочу. Можно, конечно, взять магию огня. Хорошая магия будет или магию холода. На самом деле, раз у меня стоп, у меня горящие волосы, значит, я маг огня. Но если я возьму маг холода, то это будет подходить под мою рубашку. Блин, это всегда так сложно. Давай сопротивление стихиям, будешь антимагом. темный дар мне не нравится, потому что магия мысли, кто знает, вдруг не потребуется эта самая магия мысли. А общение у меня и так будет хорошее, потому что у меня обаяние высокое. Откуда все эти флажки на СК2ТВ, еще какая-то штука? Ладно, возьму я холод. Я на самом деле всегда беру огонь, всегда кидаюсь фаерболами, но вот сейчас мне даже стало интересно. Погодите, а что холод делать я забыл? Так, с огнем наоборот, на 10% больше повреждений. Спротивление низ, а повреждения на 10% ниже от огня будут. Так, у всех стримеров маг огня по дефолту, у тебя развито обаяние, зачем магия мысли? Ничего не понимаю. Ладно, все, я буду магом холода. Если что, о, а что это такое вообще? Хм, глядите, тут еще вкладочки есть. Судя по всему, так, ПД, КБ, ХП, МП, Си. Что такое Си? А, скорость исцеления. Так, повреждения в ближнем бою, сленковые повреждения, пунктов, бла-бла-бла, ничего не понятно. Это что такое? Это какая-то фигня. А, это, судя по всему, как раз то, что я, то, что я выбирал. Видите, у меня теперь на огонь больше, а на, 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 на лед меньше. Короче, вы поняли, все и без меня. Вы там все умные, я знаю. Так, бой без оружия, бла-бла-бла, а еще, судя по всему, у меня будут воровские навыки, но из воровских навыков у меня только хорошее рукопожатие. Ладно, окей, готов, парень, наследник холода, погнали. О боже, это еще что за чудики. Судя по всему, я еще не закончил. Так, выберите особенности, пожеланию до двух. Боже мой, судя по всему, тут еще куча каких-то особенностей, боже. Да эта игра гораздо, гораздо разнообразнее, чем я думал на самом деле. Аскет. Так, несколько лет жизни монастырей научили вас терпение, внимательно. Монахи поощряли долгие занятия. Это вам лишние 10 пунктов навыков. Во многом успели, вы многому успели научиться, однако, вы не в силах забыть о скудной монастырской жизни и не умеете накапливать золото. Если вы видите на земле 10 денег, вы возьмете 9, а один оставите для менее удачливых. Походу, будете получать на 10% меньше денег. Зато буду умный. Умный, но без денег. Это прям про меня. Так. Ваше природное обаяние позволяет вам легко общаться с людьми. Вы редко дрались в детстве и много читали. Вы предпочитаете уют, комфорт, борьбе, существование. Ваши боевые навыки снижены, торговля и скорость исцеления увеличиваются. К торговле добавятся 25 пунктов, ваши навыки ближнего боя получают 5 пунктов. Не сочетается со скверным драмом. Шикарно. А вот это вполне можно взять на самом деле. Учитывая, что в ближние я едва ли буду меситься, в детстве вы здорово повозились с инструментами. Так. Увы, зрение от этого сильно пострадало. Вы получаете 15 ко взлому замков и все ваши магические навыки начинаются не с одного пункта, а с 4. Что бы это значило? Так, поскольку вы хорошо знаете, как это работает, однако вы получаете минус 1 к восприятию и минус 10 к стрельбе. Все вещи, обычно дающие увеличенные магические навыки, никак на вас не действуют. Что? Нет. Я хочу вещи, которые увеличивают мне навыки. Зачем мне это дело-то вообще? Возьми малые размеры. Почему? А что такое малые размеры? Так, вы не вышли ростом, зато уродились ловчее других. Так, соответственно, мы можем мало носить, но будем очень ловки. Ну их нафиг. Одаренный. Так, плюс 1 ко всем характеристикам. Все не магические навыки, снижены на 10 пунктов и с каждым уровнем он получает на 4 пункта навыков меньше. Ужасно. Так, вы отлично владеете оружием, но с двуручным проблемой.